Послание отца Абсолюта от 2 июля 2024 года Интеграция детей в коммуны будущего Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как будет проходить интеграция детей в коммуны будущего. Так как многие будут приходить туда целыми семьями, а значит и с детьми самого разного возраста, необходимо будет тщательно продумать в вопросах воспитания и образования. Поскольку вам давалась уже не одна серия посланий о воспитательной и образовательной системе в мире Пятого измерения, сейчас я хочу остановиться именно на переходном периоде, когда вы будете жить еще на стыке двух миров, и вам придется адаптироваться к новым реалиям, еще не отстыковавшись окончательно от старых. На первых порах можно будет продолжить образование детей по уже привычной им системе, но дистанционно. Особенно это касается детей старшего возраста, которые уже способны сами решать свою судьбу, а не слепо следовать за родителями, тем более если они не чувствуют себя комфортно в новой для них среде. Как вы уже знаете, в одной семье могут сосуществовать души не только разных возрастов, но и пришедшие из самых разных цивилизаций. Поэтому вовсе не обязательно, что ваши дети будут придерживаться единых с вами взглядов и стремиться к жизни в мире Пятого измерения. И вы должны быть готовы к тому, чтобы отпустить их в свободное плавание, даже если это причинит вам душевную боль. Что же касается детей младшего возраста, то именно на них стоит обратить особое внимание, поскольку большое количество чистых человеческих душ, которые приходят в последние годы на вашу планету, как раз и являются потенциальными обитателями Пятого измерения. Если в вашей коммуне не найдется профессиональных педагогов или просто людей, способных взять на себя ответственность за обучение малышей, то вам следует найти ту систему образования, которая не загоняет ребенка в какие-то рамки, а развивает его творческий потенциал и прививает жизни на необходимые ему навыки. Такие школы будущего уже существуют на земле, и при желании вы можете приобрести их методики и программы обучения. Но всегда нужно помнить о том, что самое главное в воспитании ребенка – это собственный пример его родителей. Любые красивые и правильные слова окажутся бесполезными, если ваш ребенок увидит, что вы сами не следуете тем жизненным принципам, которым его призываете. И только когда ребенок увидит, что ваши слова никогда не расходятся с делом, эти принципы войдут в его жизнь естественно и органично. На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.